На базе полка АЗОВ и его гражданского подразделения создана партия Национальный Корпус, в программе которой восстановление ядерного потенциала Украины, легализация оружия и возвращение смертной казни. Но к новой политической силе мы еще вернемся. Сегодня же в Киеве состоялось сразу два шествия националистов. Первыми по городу прошли сторонники партии Свобода, которая находится в публичной политике уже лет 20, а вечером начался марш АЗОВа правого сектора и движений С-14. Организаторы и того другого марша упрекали администрацию президента в том, что они заняли Крещатик выставкой вооружения, чтобы не дать националистам пройти по центральной улице города. Вместе с правами по Киеву прошлась и моя коллега Марина Ступак. Скажите, пожалуйста, какая цель, почему вы решили прийти? Этот праздник мы уже празднуем 12 лет подряд. Это праздник защитников Украины, это праздник покрова. Поэтому мы собрались и всегда будем здесь собираться. Сколько людей сегодня, правоохранители охраняют марш? Насколько усилены меры безопасности? Заявлено на марш было около 3000 венитрующих, охраняем около 2000 правоохранителей. Но мы видим, что пришло больше на марш. Пока все нормально, проезжать в пенеобор. Марш, по словам организаторов, посвящен 74-й годовщине создания украинской повстанческой армии. Спросим у участника марша. Скажите, первый ли вы год принимаете участие в марше? Расскажите. Лично я уже четвертый год участвую в этом марше. Единственное отличие, в предыдущие годы мы шли с требованием признать воинов УПА, а также организацию украинских националистов борцами за свободу Украины. В этом году они уже в статусе героев. Они признаны государством. И мы сегодня имеем государственный праздник – День защитника Украины. Присоединился потому, что сегодня праздник Покрова, праздник Казачества. Сегодня наш праздник – защитников Отечества, которые стояли, стоят и будут стоять. 22 моих сослуживцев сейчас в Донецкой области. Я уже дембель. Сегодня получил медаль. Как ощущение от сегодняшнего марша? В День защитника Украины в Киеве прошел еще один марш. Марш нации. Организовали несколько националистических движений, в том числе и правый сектор. Я считаю, что это знаковое событие в истории Украины. Это шествие – это отмечание праздника украинской армии. Покрова. Это был казацкий праздник. Ну как вам вообще обстановка сегодняшняя? Очень сильно и очень однопряженно. Вы это порядочное и миролюбиво. Вы не впервые проводите этот марш? Чего вы дрезняете в всем урозе? Широко мы проводим марш. Ежегодно мы проводим марш на День защитника Отечества. Мы начали проводить этот марш еще с 2005 года, когда этот праздник не был еще государственным. Для нас это очень важный день. Националисты говорят, что хотят прийти к власти на следующих выборах, именно с помощью выборов. Но говорят, что есть для этого и другие способы. Что лежит в основе программы новых правых, призывающих в свои ряды ветеранов войны в Украине? На съезде партии «Национальный корпус» побывала моя коллега Ирина Ромалийская. Они до последнего не оглашали программу новосозданной партии, не называли имени того, кто ее возглавит. Это еще интрига. Пять минут. Андрей Белецкий, нардеп, прошел по мажоритарному округу, ни в какую фракцию не вошел. До депутатства командовал полком АЗОВ. Сначала это было формирование добровольцев, после вошли в Нацгвардию. Через несколько минут его единогласно изберут лидером национального корпуса. Слава Украине! Слава! Со сцены оглашают программу «Внутренняя политика». Усиление власти главы государства, ограничения миграции, экзамены по украинскому языку и истории перед тем, как получить гражданство, смертная казнь, легализация оружия, национализация. Настало время экономического национализма. С одной стороны, мы национализируем все стратегические предприятия и природные монополии. С другой стороны, мы будем развивать и поддерживать частное предпринимательство во всех остальных отраслях. У новой партии собственное видение Украины в геополитике. Они говорят нет Европейскому Союзу и хотят создать Балто-Черноморский. Соединенные Штаты, Европейский Союз показали свою несостоятельность и неэффективность. Мы создадим свой союз с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и другими странами, которые близки нам в историко-культурном пространстве. Организация и полк АЗОВ возникли на базе Харьковского движения «Патриоты Украины». СБУ должен заниматься нелегальным эмигрантом. Да! Это видео 2010-2011 года. Тогда они проводили ночные факельные шествия по студгородкам, требовали, чтобы иностранные студенты убирались домой, а украинским были предоставлены лучшие условия в общежитиях. Нередко после таких маршей иностранцев избивали неизвестные. Вот интервью Андрея Белецкого 2010 года. Для «Патриота Украины» нужно, чтобы власти были социал-националисты. В конце концов, 50 миллионов белого качественного населения. Это очень и очень много. Таким в Европе может похвалиться от силы три страны. Сегодня Белецкий уже другой. Никакого национал-социализма или расизма. Марш против нелегальной миграции очень сильно отличается от марша за белую расу, которую придумываете вы и ваши коллеги. Впрочем, признает сторонники нацизма и почитатели Гитлера, в Азове есть. Это скорее позерство молодежи, а не их серьезная политическая позиция. Их несколько процентов. И это никоим образом не касается командования полком. Социолог Алексей Антипович утверждает, праворадикальные настроения украинского общества были сильны в 2014-м. Уже идут на спад. Я оцениваю вот эти праворадикальные ниши в Украине. Это реально около 10% голосов. Но лидеры новосозданной партии уверены, обязательно преодолеют 5-процентный барьер и попадут в парламент. Ирина Ромалийская, Юрий Комаров. Настоящее время. Киев. Назар Кравченко, первый заместитель новой партии, национальный корпус, выходит с нами на связь. Назар, добрый день. Мне кажется, что вы, если не нашествие, то оно только что завершилось. Где вы, кстати, сейчас находитесь? Как оно прошло? Нашествие завершилось буквально 10 минут назад. И я вот нашел способ с вами связаться в соседнем заведении. Сшествием довольны? Да, конечно. Назар, вы знаете, вам часто задавали этот вопрос, и у меня этот вопрос, я думаю, тоже не мог не возникнуть. Партия новая, на что она будет жить? Как вы будете себя финансировать? Смотрите, жить партия может, в принципе, и без денег. Ну, если мы говорим, как бы, вот, жить. Участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Да, это другой вопрос. Да, и я надеюсь, что у нас получает, ну, со временем, как бы, получится поменять самоотношение к выборам и правила участия. То есть как это? Ну, есть, вот, лично, как бы, у меня такое утопическое видение, что партия должна... иметь возможность участвовать. Способный, без зависимости от большого капитала. Но все равно выборы — это агитация. Сколько бы у вас не было сторонников, вам нужно достучаться до своих избирателей. На прошлых выборах избиратели не слишком активно голосовали за, например, правый сектор. Слушайте, а мы сейчас не говорим о электоральных симпатиях. Назар, надеюсь, сейчас восстановится связь, я вас буду лучше слышать. Можно вас попросить повторить ваш ответ? Слушайте, мы не говорим сейчас о электоральных симпатиях. Мы сейчас говорим о, вообще, как бы, самой процедуре выборов. Мы знаем, например, сколько стоит медийная компания, партия, которая сейчас находится в власти Украины. Сколько они тратили денег на медийную компанию. Если мы разрушим этот социальный миф и, наоборот, создадим новый, что вкидывать деньги в рекламу — это, знаете, как плохой тон. В городе плохой тон. Проплачена реклама на телевидении и радио — это плохой тон. Люди будут обращать на настоящих, на тех политических активистов. А вы пойдете в народ или как-то своими делами будет доказывать свою состоятельность на выборах в этом случае? Активизизировали марш около 15. Дожило посчитать, но это больше 10 тысяч активистов. 6,5 тысяч — это люди, которые приехали из других городов Украины. Это ваше... Я понимаю, что вы ориентируетесь на этих людей. Есть политические силы, с которыми вы предполагаете в будущем консолидироваться как-то на предстоящих выборах? Вы знаете, мы это еще не рассматривали. Если будут порядочные политические силы, которые не будут там занажированы или с плохой историей, в принципе, нам ничего не мешает с ним иметь какие-то общие союзы. Вот только, наверное, единственная какая-то... Назар, вы знаете, я хочу вас попросить остаться с нами на связи. Вам, наверное, будет интересно, что о вашей новой партии говорят эксперты, которые внимательно следят за правыми движениями в Восточной Европе. Например, политолог Андреас Умблан прямо сейчас включается к нам из Германии. Здравствуйте, Андреас. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас увидели в создании этой партии, некоторые считают правым поворотом Украины. Может быть, ошибочно, может быть, нет. Но так или иначе она появилась. Это неизбежная политическая реальность, или это ответ на российскую агрессию, или это абсолютно нормальный политический процесс, как вы это видите из Германии? Ну, во-первых, так, что явление таких партий в европейском контексте такой же большой сюрприз. То есть таких партий есть много. И, в принципе, сегодня в Украине можно было даже ожидать таких партий, поскольку вот очень напряженная ситуация, есть война, и вот это вот дробление националистического сектора, которое сейчас происходит в Украине, это тоже, в общем-то, обычное развитие в европейских странах. Это можно и в западноевропейских, и в восточноевропейских странах наблюдать. Поэтому это меня не очень удивляет. Назар, вы знаете, у меня к вам вопрос. Как раз хочется слова Андреаса адресовать вам. Вы, я сейчас попрошу режиссеров дать возможность поговорить с Назаром. Вот смотрите, какая штука. Вы декларируете, по крайней мере, как я понял на своем съезде, что Евросоюз вас не очень интересует. Вы хотите создать совсем другой союз, Балто-Черноморский союз. Но, тем не менее, тем временем в Европе довольно много людей появилось, которые создают партии. Это партии правого толка. А вам не кажется, что вам надо как раз, ориентируясь на них, двигаться в сторону Евросоюза? — Простите, пожалуйста. Начнем сначала. Во-первых, рад видеть Андреаса. Мы с ним знакомы. — Я знаю. — Во-вторых, вы делите правые и левые. Я думаю, это не актуально и не соответствует той ситуации, в которой находится Украина. — Объясните. — Ну, потому что, я думаю, что множество пунктов наших программных, они не попадают под критерию традиционно правых направлений политических. Их можно более расторговать все-таки как более левые. И потому, ну, это такое деление, вы знаете, довольно грубое и необъективное. — Ну, вас центристами тоже не назовешь. Понятно, что в Украине правые и левые не то же самое, что в России правые и левые, совсем не то же самое, что во Франции. — Так, чтобы, вот, например, делать аналитику. Если мы говорим, как бы, ну, давайте лучше о каких-то более конкретных темах, которые вас интересуют. Там, правый, к Украине идет война. — Очень конкретная тема, которая меня интересует. Вы возникли, в конечном счете, из цивильного корпуса полка АЗОВ. АЗОВ вообще военизированное подразделение. Наверняка у вашей партии есть люди с кулаками. Будем называть их силовой крылой или как угодно их можно называть. По крайней мере, эти люди умеют драться. Вы как-то видите возможность использования умения этих людей выходить на улицу с кулаками в политической борьбе? И вообще, в каком случае сторонники новой партии могут прийти на улицу и заявить о своих правах не парламентским способом, а вот таким кулаком? — Хорошо, перед моим ответом учитывать, как бы, ту ситуацию, что в моей стране идет война. — Да, я понимаю, поэтому я и спрашиваю этот вопрос, как будто мы это уже учитываем. Мы понимаем, что происходит. — Тут парни, которые не могут вернуться в Крым, им негде жить. Они живут вместе со мной. — Так и в каком случае? — Я еще раз. И давайте я, ну, как бы, объясню, почему в Украине сейчас такая ситуация, что, возможно, много людей, которые были участниками боевых действий, они воевали за независимостью. Есть люди, которые умеют воевать, есть люди, которые принципиально готовы на поступок. Есть люди, которые не очень так... Андрес. — Ты, для того, что создаем партию... — Назар, одну секунду. Вот теперь, если позволите, продолжайте, просто чтобы связь не рвалась. Мне очень важно услышать то, что вы отвечаете. — Мы для того и создаем политическую партию, чтобы мы имели возможность прийти к власти мирным, правильным путем. Еще раз. У нас стране война, где агрессор... — Простите, я понял это. Я не потому... В никакой случае не хочу вам помешать ответить, но времени в эфире мало. — Я понял. Да, есть люди, готовые на поступок, есть люди, участники боевых действий, но мы создаем партию для того, чтобы социальными методами прийти к власти. — Да. Ну, я могу себе представить таким образом, что в вашем ответе говорится, что вы не хотите, чтобы люди использовали свое умение драться на улице. Видимо, не исключаете возможность в каких-то случаях все-таки, что это придется сделать. — Смотрите, как бы, в данный момент в Киеве есть прорусские силы, которые воруют людей, нападают на националистов, смертные случаи... Ну, я могу как бы перечислить раз случаи, у запасенных дней нападают на участников боевых действий и так далее. Я бы очень не хотел, чтобы политические решения принимались под воздействием силы. Мы считаем это неправильно, и у нас как бы есть свое видение. Мы сегодня презентовали политическую партию. — Отлично. Теперь у меня вопрос к Андреасу. Это последний вопрос. Андреас, а вы приветствуете оформление в политическую силу людей, которые придерживаются вот той идеологии, которая была заявлена, например, в уставе партии, сегодня появившись? — Ну, я эксперт, я не приветствую или отрицаю какие-то такие события. Я могу это просто комментировать, что это направляет еще одну националистическую партию, к украинскому политическому спектру. И мы уже видели, к чему это привело в выборах 2014 года, когда был правый сектор и свобода. Если бы они вместе шли, может быть, они бы перешли 5-парьер, а так они не прошли 5-процентный барьер. Теперь еще будет третий актер, к тому же правый сектор разделился на две группировки. Поэтому я не думаю, что появление значимое для Украины явление. — Отлично. Но из-за этого мы узнаем на выборах, которые не так уж и не скоро в Украине пройдут. Спасибо огромное, Назар. Я прошу Андреса Умланда остаться с нами и посмотреть один сюжет о том, как в России, наверное, будут комментировать произошедшее сегодня в Украине. В России создание правой партии уже назвали съездом зигующих. Там всех вообще украинских националистов, да даже и просто патриотически настроенных граждан в последние годы упорно называют фашистами, так уж принято, не особо вдаваясь в исторический смысл этого определения. Как лишь один позвонок позволяет палеонтологу реконструировать весь скелет динозавра, так и батальон Азов дает нам представление о характере государства, устроившемся на Украине. Это специальное, планомерное геноцид, уничтожение украинского, славянского народа и вообще всего народа Украины. Фашизм это или нет? Вот пункты можно только либо уничтожить всех жителей Новороссии, но сломить их нельзя. Правый сектор может безнаказанно творить под фашистскими лозунгами и с фашистской символикой любые преступления. Тебе не нравится, когда я говорю, что они фашисты? Ну вот! Европейский выбор, Небесная сотня, революция достоинства, все это мемы украинского фашизма. Не думаю, что заместители и председатели партии Национальный корпус Назару Кравченко так уж важно, что будут говорить про его партию в России. Но вот, Андрес, я хочу спросить у вас, а кого вообще в России сейчас принято называть фашистами, на ваш взгляд? Ну, всяких называют фашистами, поэтому на это не нужно обращать внимание. С другой стороны, есть, конечно, скажем, в программе Азова вот эта идея того, что Украина не должна стать членом Европейского Союза. Там, видимо, внутри Азова ведется дискуссия касательно НАТО. Там есть вот идея о том, чтобы создать свой собственный союз в Восточной Европе. Это все такие тенденции, которые как раз антизападные. И они как бы немного выходят за рамки российской риторики, потому что Азов на самом деле не прозападная партия, в отличие, например, от партии Свободы, которая проголосовала в Верховной Раде за соглашение по ассоциации. Это правда, но Азов от Свободы довольно сильно отличается. Андрес, спасибо большое, Андрес Умбланд, политолог из Германии. Только что поговорили о создании новой партии, о ультраконсервативной партии в Украине, которая, кстати, мне кажется, найдет своих сторонников и соратников и в Европе, если очень хорошо. Поищу спасибо большое, Андрес. Мы как-то проще смотрим на жизнь. Они все пытаются осложнить. У нас все правильно, у них как-то все неправильно происходит. Они свято верят в то, что говорят. Это выдуманное. Ничем. Отличается только при подаче информации. Собственно, ничем, только полярности. Мне кажется, что у россиян, в отличие от Украины, более трезвый ум сейчас, на данный момент. В оценке политической обстановки и в целом. Ну, сами видите, живем более стабильно. Войны нету. Вот основной показатель. Там очень запудрили мозги всем. Зомбированные. Можешь сказать так. Люди всегда одинаковы. По большому счету. А, скажем так, приходящие, уходящие образы, они быстро достаточно сменяются в обществе и не оставляют против следов. Во-первых, разностью. В России ума побольше. Таких бы вещей не допустили бы, как на Украине. А во-вторых, менталитет украинский всегда отличался от российского менталитета. Это чисто национальные черта, я так понимаю. Русские люди, они, ну, они привыкли все-таки к царю-батюшке. Они привыкли больше, чтобы ими руководили, скажем так, да. Что касается украинцев, да, они более сами по себе. Они решают свои вопросы сами, да. И, ну, у них нет менталитета того, чтобы вот тупо подчиняться. Мозги по-разному промыли. Мы никому ничего не промывали, все пустили на саму. А там промывали. Куда им нужно. Продолжение следует. Продолжение следует...